Ребята, прежде чем вы продолжите просмотр, я хотела сказать, что специально для своего ВК-сообщества я сняла ролик, где показала весь свой день. Можно сказать, это был влог. Поэтому переходите по ссылочке и обязательно оставляйте свой комментарий. Всем приятного просмотра. Все, все, я боюсь. Давайте кто-нибудь откроет, я боюсь. Надо сейчас. А мне понравится? Да, тебе понравится, честно. Давай, становись сюда, да? Все, ладно, становись. Вверх, да, просто? Мне страшно. Раз, два, три. Обалдеть. Охренеть. Всем привет, с вами Милана Некрасова. И сегодня будет ролик «Дорогой день с Миланой», то есть со мной. Пойдем в ресторан, пойдем тратить деньги и кое-что покупать. Ну все, ребята, я переоделась, все расчесалось, собралась. Платье нормальное. Вот так вот, если что, делаем. Все хорошо, все хорошо у меня. Вот, сейчас едем, покупая с ним и в сон. Так, ребята, вот мой легкий обед. Я еще думаю, пока что этого мало, потому что нам еще не все принесли. Ну блин, я как-то этого не наемся. Все, как думаете, это чисто, ну знаете, так перекусить. Не чисто плотно поесть, как-то. Тут просто стрелкаем с листашкой. Мне принесли еще немножечко такой, ну маленький нюантик, перекусик, да, такой, чтобы если там не наешься, как бы уже до конца. Так что, я думаю, я это все съем точно. Все, все, вырубал. Так, ребята, ну я поела, я обожралась, меня уже как будто сейчас вырвет. Но еще шоколадный фондан, его нужно съесть, хотя попробую, потому что за все уплощено, как говорил мой дедус. Все, за все, что уплощено, нужно съесть. Всегда, даже если что-то, знаете, у нас было в семье так, типа мы говорим то, что, блин, бабушка что-то плов испортится, надо уже выбросить. И она такая, ой, да Коля сейчас доестся, нормально будет. И в итоге дедушка все ел. А потом, ну сами понимаете, какая концовка была всегда. Вот, так что генетика. Десертик. Обычный номер, ничего такого. Ты должна угадать, сколько бы хватать. Давай так, там много или мало? Ты должна угадать. Не, ну просто скажи, это вот для тебя. Нормально. 15-20 тысяч? Нет, 40? Больше. Больше 40? Да. 50? Почти. 50? Больше? 55? Да нет, 100. А, 10-18, я думала, чё, какие 60-ые, чё? Итак, ребята, все, мы поели. Я не буду говорить, что за ресторан, но я оценку поставлю 5-10. И мне, честно, не понравилось, что мы... Я жила тут, чёрт, шоколадный фонданец, капабрика давления. Я его ждала час-полтора, но это капец, короче. И сейчас, короче, ребята, мы поедем в ЦУМ тратить много сумм. Какая-то по арифмам была. Короче, погнали! Короче, ребята, мы приехали в ЦУМ тратить много сумм. Ну, короче, давайте покупать вещи, что-нибудь выберем. Хотя, на самом деле, я бы что-то посмотрела, вообще какая-то параша, не знаю. Короче, надо думать, заказ вообще было. Прикиньте, если бы я вот так вот постоянно ходила. Вот так вот. Не, вообще, мне не нравится. Я так отношусь, короче, к аксессуарам, сумкам и очкам. Типа, знаете, предвзяты. То есть я очень редко, типа, могу там что-то купить себе, какую-то сумку, очки. Потому что мне вот всё, что-то да не нравится. Вот всегда и в серёжках так. Я вот почему всегда ношу одно и то же. Потому что я могу никак нормально идти, чтобы я их потом ещё больше носила. Ну, кроме колец, свалберис. Яман. А в чём прикол таких сумок? Это как твоя... Помада носить вот так вот. Как твоя отта, она ведь тоже... Давайте купим её. Она как будто бы будет, типа, прям очень кренджово по сравнению. Вот это вот кренджово, да. Она на хинкале похожа. Это как будто будет круто, чтобы ты не весёлый. Понимаете? Вот это вообще полный прикол. Может, ещё какой-то? Короче, ребят, хотелось взять. Пельмень. В итоге нашёл ещё вареник. И возьму и то, и другое, конечно же. Потому что мне пельмень очень нужен. Это самая красивая сумка в моей жизни. Она намного лучше этой боленсяги. Ну, как бы она никак вообще не сравнится с ней. Поэтому я буду её брать. Вообще, я думаю, надо было брать ещё вот такую. Она просто шикарная. Реально, прям очень красиво. Прямо под мой гардероб. Емман, что? Стоп. Это пельмень пойдёт обратно. Это москина? Да. Слушайте, она норм. Криповее выглядит на самом деле. Чем пельмень? Да, криповень. Мы нашли сумку намного лучше пельменя. Мы купили теперь медведя. Она причём стоит намного дешевле. И выглядит намного красивее. И мне вещь обязательно такая нужна. Поэтому я её сейчас буду покупать вместе с вами. Так, ребята, всё. Сейчас будет обзор на мои сумки. Смотрите, первая сумка. Ну, это просто, я считаю, самая моя нужная вещь. Это вот такая вот сумочка. Медведь. Намного лучше, чем пельмень, скажите. А, типа жвачку положить? Жвачку положить, реально, туда же телефон не поместится. А помните, вот у меня ассоциируется, когда были популярны вот эти вот меховые зайчики? Рюкзаки. Вот, да. Вот у меня это с этим ассоциируется. Вот это вообще офигенно. Она мне очень нравится. Вот это. Она классная. Я хотела светлую, помню, говорила, но в итоге, опять же, я купила себе тёмную, но она очень вместительная тоже. То есть, ну, тут, как бы, капец, сколько места, реально. Сейчас я пойду домой, переоденусь, чуть передохну, возьму с собой одного человека. И мы пойдем в крутое секретное место, которое я ждала сегодня целый день. Йоу, ребятки, да, я немножко изменилась, чуть возмужала, да, я теперь крутая, потому что я покупаю майбах, ёпть, это богатый день со мной. Стоп, 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 крутая. Ну, короче, мы приехали, наконец-то, в то самое место, ко мне я присоединился, Евгений Евгеньевич, вот, и сейчас я увижу свой майбах. Короче, я, честно, очень волнуюсь, потому что, чтобы вы понимали, Женя, очень многие, кто уже видел результат, и мне ничего не говорят, шо, как, я не понимаю, красиво, это кринжово, я ничего не знаю. Примерно вот такой цвет. Ну, наверное, да, потому что я же выбирала цвет всё-таки. Ладно, всё, ну, там красиво, вам понравится, мне понравилось очень, значит, вам тоже понравится. Вопрос знаете какой? Она не знает, какой цвет. Да. И она не знает, и ей 15 лет, а в 15 лет, вот мы с ним мучились, в 15 лет будет вот такая история. Всё, не нравится, это не нравится, это нравится, это не нравится, и вот мы такие сильно, ей 15 лет, сейчас мы сделаем этот цвет, а если она сейчас откроет, ей не понравится. Мы решили, что ей два цвета нравятся, поэтому вот реализовали двойной цвет. Ого, ох уж этот момент. Я очень волнуюсь, я боюсь, что это будет очень красиво. Я просто помню, что мы очень много раз меняли цвета, потому что мне что-то не нравилось, что-то мне бесило, вот я такая, блин, ну ладно, тогда уж. Другой цвет выберем, потому что еще очень сложно, очень, очень сложно было выбирать цвет, потому что почти у всех уже есть все цвета. Я такая думать, блин, ну капец, что, придется за кем-то повторять. Всё, всё, я боюсь, я боюсь, давайте кто-нибудь откроет, я боюсь. Смотри, хочешь, я сейчас подсмотрю, скажу, понравится тебе или нет. Не смотри, отвернись, отвернись, ещё отвернись. Ой-ой-ой, какая она сладенькая, да она хорошая. Ладно, давай, надо сейчас. А мне понравится? Да, тебе понравится, честно тебе. Давай, становись сюда, да? Ладно, становись веками, да, просто. Я не страшно. Раз, два, три. У-ху! Обалдеть! Охренеть! Я как и хотела хамелеон! Да-да-да-да-да-да. Капец, она крутая! Вот здесь такой вот прям розовый, и смотри, отсюда вот в эту вишенку какую-то коричневую. Да, она переливается так круто. Да-да-да, очень-очень круто. Она, короче, как будто олицетворяет тебя. Ты тоже такая хамелеон, типа, у тебя... Ну, чтобы вы понимали, она такая приходит, настроение такая... О, всем привет! Всем привет! И она тоже такая переливается, типа, из жёлтого в розы. То есть эта тачка реально такая же, как и она. Да, она очень мощная, она прям... Ребята, вот этот целый набор! Целый набор, понимаете, как бы, ну... Блин, казец, я так рада! Так, ребята, ну всё. Представьте, что я... Вот тут вот еду вот так вот, типа. Монтажёр, поставь потом какой-нибудь, типа, фон, что я якобы еду. Я решила вам ещё сделать обзор. Короче, смотрите. Обзор на мой... на мою машину. Так, тут вот такой вот холодильничек. Зарядочки. Куча-куча зарядочек. Вот, тут можно краситься, кушать, читать, смотреть. Мне, кстати, очень удобно, если, например, отодвинуть вот это кресло. Я уже пробовала, между прочим, так сделать. Тут можно спокойно просто лечь. Тут есть вот такой вот режим. Я бы никогда не подумала, что я куплю в 15 лет машину своей мечты. И мне такой кайфот. Просто вы не представляете, как я долго думала над светом. Во-первых, сначала, как мы выбирали свет. Ко мне пришел человек, чтобы выбрать свет. И мы выбирали, наверное, час я смотрела. И я очень много смотрела, у кого какие машины. Очень много у кого розовые. Есть зеленые, фиолетовые. Желтые вообще не хочу, потому что у меня ассоциируется с такси. Поэтому я очень хотела какой-то вот, типа, прям такой цвет, который мне подходит. И при этом он мне очень нравится. И я такая думаю, типа, блин, розовая вообще очень много у кого. Я вот не знаю, чем мне как идти. Сначала потом подумала, что сделать, блин, наверное, черно-розовую. Сделать такую малиновую. Смотрю, блин, что-то не очень выглядит. Мне вообще не нравится. Пишет Саша, это мой менеджер, то, что у человека он нашел цвет хамелеон. Вот, который я визуально сначала хотела. И показывала фотографии, но сказать, что хамелеона нету. И надо, блин, что-то другой цвет выбирать. И нам скидут. Я такая... Его. Да, да, его. Вот. И все. Вот так вот получилось. Я очень рада, потому что на своей машине ездить намного удобнее, чем на такси. Ну, это логично как бы, да. Вот. И плюс у меня будет водитель-охранник. Это моя машина первая. Я в шоке. Мне так круто понимать то, что я сама добилась... Ну, ладно, не прямо сама. Мне помогали, да. Но сам факт того, что я смогла этого добиться. Я очень благодарна ребятам, которые меня поддерживали все это время, когда я пыталась только начинать свой путь. За Иру очень благодарна то, что он мне помог вот это вот все сделать. И я наконец добилась того, что я покупаю себе машину. Ну да, что хочется сказать, короче. Ну, видно, как в Миланке нравится это. Ну, она счастлива. То есть у нее такие эмоции. Я очень за нее рад. Если ты работаешь, если ты хочешь оставаться, самое главное, человеком, вот, идти к своим целям, оно будет, придет. Понятно, трудности, они всегда будут. Но если ты будешь каждый раз проходить, не останавливаться, ты будешь приходить к своим мечтам. Это просто закон жизни такой. Вот. Будьте добрыми, работайте, и все будет круто. Вот. Будете покупать себе байбы в 13 лет. Это очень круто. Ну, в общем, ребята, наконец-то подошел ролик к концу. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, как вам цвет моей машины. Вот. Вообще, пишите, как вам ролик. Вот. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. И всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok